Добрый день, дорогие коллеги! Мы начинаем эфир передачи Сергея Гельмудина в территории трейдинга на телеграм-канале Utrade TV. Как вы помните, друзья, Сергей рассказывает нам о китайском рынке, российском и американском рынках, где мы традиционно представлены, ну а на китайский рынок все вместе выходим. Сергей, наш коллега из города Набережные Челны, уже с нами. Сергей, приветствуем вас! Добрый день! А как жизнь идет, что нового, что интересного? Все хорошо, компания у нас полностью зарегистрирована, поставили сайт, то есть уже все. Теперь ведем переговоры с китайцами. Здорово, здорово, ждем новостей на эту тему. Ну а что сейчас интересного на китайском рынке вы видели? Продолжаем фильтровать компании, соответственно. Также нашли еще одну интересную. Что интересно, вот у них производство такое, это локальное, то есть внутри страны, которая находится. Как бы чем биржа хороша, получается, это все внутренний рынок. Друзья, мы говорим о пекинской фондовой бирже, я просто напомню. Да, вот, и соответственно, иногда вот начинаешь анализировать и думаешь, а почему вот в России, да, допустим, даже вот такую биржу для малых не сделают, у нас же тоже есть производственники различного рода. Вот, было бы проще выходить на новую биржу, а у нас Газпром, Сбербанк, больше ничего, РТС и все. Ну еще, доллар-рубль еще, давайте вспомним, да, да. Ну конечно, конечно, 30 лет одно и то же, хотелось бы что-то новое. Я, кстати, с удовольствием бы двумя руками поддержал такую биржу, идею биржи для малых инновационных предприятий. И им бы было хорошо, и людям, во что инвестировать, было бы гораздо больше возможностей. Поняли вас? Ну что, и что же вы сегодня нам подобрали из-за китайских новых будущих единорогов? Сейчас покажем. Друзья, напомню, ваши вопросы в биржевой синагоге, на телеграм-канале можно уже писать. Сергей после выступления на эти вопросы ответит. Видим хорошо. Отлично. Так... Вот. Компания у нас, Литон, как ее назвать, то есть смысл в чем? Она с третьего года, компания Литон занимается производством, исследованием, разработками, а также продажей полимерных материалов, резиновых шлангов. Сергей, Сергей, вас, к сожалению, не слышим сейчас. Давайте... Давайте перезайдем. Почему-то я вылетел я почему-то. Ну, так бывает. Хочу сделать, сейчас попробую. Интернет переключу на всякий пожарный. Сейчас, друзья, магические манипуляции будут произведены. И мы с вами продолжим. Рассказ об этой компании. Сейчас узнаем, почему она понравилась. Ну, полимеры, понятно. Полимеры, понятно. Видим хорошо. Видим хорошо. Видим хорошо. Сергей, а звук, а звук включили. Ага, включили. Это слышно меня? Да, слышно хорошо. Ага. Отлично. Что происходит-то? Экран видно? Да, видно. Отлично. Ну, то есть, компания с 3-го года занимается производством. Стоп, стоп, Сергей. Сейчас не видно. Давайте еще раз туда переделаем. Что у меня происходит-то? Переключается. Ну, свалим все на Телеграм, естественно. Это все, друзья, Телеграм. Вчера обновился, может быть, по этому причине. В этом может быть. Так, видно? Видно хорошо. Видно хорошо. Отлично. Вот. В общем, Литон компания производит полимерные трубки всякие различного рода. Соединители. Вот она. Ну, стабильное качество продукции у них. То есть, десяток лучших предприятий титул. Соответственно. Большие производственные площади достаточно. Это аналог немецкий PXL. Только на окна не производит. Единственное. То есть, у нее сайт есть и на русском даже языке. Можем посмотреть товары. Гидравлические такие шланги. Промышленные шланги. И шланги для бурения нефти. Соединения также различного рода. То есть, такие вот штучки. Конкуренты, на самом деле, высокие у других компаний. Вот. На 45% принадлежит она менеджменту самому. На 17% институциональным инвесторам. 35% это на FreeFloat. Вот она. Хорошее распределение для китайских компаний. Поэтому работать они могут с любыми. В принципе, страны. Компания показывает умеренный рост выручки. В среднем на 7%. Стабильную, но небольшую прибыль. Зато стабильная. В компании относительно высокая себестоимость продукции. И высокие капитальные сдержки на поддержание помещений и оборудования. Средний уровень долга. В принципе, нормально. В целом, можно характеризовать бизнес как стабильный. В качестве факторов роста можно назвать смену геополитической конъюнктуры. Возможно, выход на новые рынки. И замещение более дорогих аналогов. То есть, вот в этом у них конкуренция сейчас. Вот. Так. Что? В качестве рисков это текущие относительно слабые фундаментальные показатели. Возможная рецессия, которая приведет к спонижению спроса на продукции в целом. То есть, она немножко подвержена. Плюс у нас там штаты на Китай санкции, да, собираются обкладывать. И, соответственно, здесь надо будет рассматривать. Но ее брать как бы на долгосрок в целом. Потому что интерес есть. Как говорил уже выше, она высокую конкуренцию составляет другим компаниям. Даже топово. Учитывая, что они уже не могут даже к нам продукцию подставлять. А так, видим, они даже шланги для бурения нефти делают. Вот такой моментик про эту компанию. Ссылку я привожу. Вот они. Точки у них по странам. Соответственно, по всем странам они работают. Я понял, Сергей. Все, давайте остановим демонстрацию рабочего стола. Заходите в эфир. Не, ну что, шланги для бурения. Полимерные нефти. Ну не, трубы для добычи нефти. Это, конечно, впечатляет. Там же рис в землю уходит на километр, на 20. Такое глубокое бурение. Поэтому, да, впечатляет, впечатляет компания. Здорово. А у нее какой номер у нас на сайте, интересно? Так, сейчас посмотрим. Давайте, друзья, тоже. На сайте Utrade TV есть вкладочка «Пекин биржа». 31 Литон. И номер 31, компания Литон. Вы тоже можете зайти. Естественно, надо будет перевести с китайского. Ну, Google и Яндекс переводчик сейчас, конечно, хорошо переводят. Все нормально. Можно попереводить, почитать, посмотреть. Хорошо, Сергей, спасибо большое вам за рассказ по китайской компании Литон. Ну и давайте посмотрим, какие еще интересные темы на рынке есть, на чем заработать. Итак, поговорим кратко о рынке США для начала. Сейчас демонстрацию включу. Угу, давайте, давайте. Видим хорошо. Видим хорошо. Отлично. Итак, мировые индексы. Вчера у нас так хорошо штаты ливанули. И пока все по плану, как бы, получается индексы. Хорошо разобрать их. Единственное, будет затык. Сейчас что? Если у меня правильная разметка W, X, Y, X, Z, то здесь волна А, В и может быть резкая такая волна С падения. Потому что глобально, в любом случае, надо приземлиться сюда. Либо придется переформатировать двойной зигзаг, тройной. То есть, немножко структурку менять на глубину именно вниз. Поскольку цели не доработаны. А структура, учитывая, что идет к своему окончанию, при таком раскладе она может, как бы, на необходимого не достать. Соответственно, скорее всего, придется еще разметку переделать и по факту уже смотреть, как будет идти продолжение движения. Но усилиться может падение в рамках ЦУ. Это уже, как бы, это нормально. Можем вот так вот померить. Сейчас померим. Ну и вот, соответственно, уровни, которые у нас выпадают. Это первый уровень. 3,400 примерно. Дальше 2,900, 2,500. Как вариант. То есть, в целом, все. Они подтвердили вот это движение, о котором говорилось. То есть, если заходим за вершину, то продолжается падение. Ну и вот она, собственно, А, Б завершилась и все пошла. То есть, штаты дальше продолжают свою рецессию. А теперь поговорим о нашем российском рынке. В целом, глобалку я уже описывал. Кто подписан на Телеграм, следит. Понимает, о чем речь. Не буду говорить о различных вариантах развития событий, которые говорю уже. Поэтому просто скажу, что А, Б волна. Ждем волну С. И сейчас идет, по сути, завершение тренда. То есть, я жду, что здесь все. Тренд заканчивается. Либо завершен, либо завершается. То есть, и ждать надо снижение. Волна Б в формате плоскости прошла. И на следующем моменте посмотрим уже склейку фьючерса на индекс РТС. У нас экспирация на этой неделе. Наконец-таки рынки стояли. Вот все это время там. И не очень интересно. Было и скучно латенько. Но тем самым движение, что показало у нас. Возобновление. Резкое покупателя. И возобновление слабое. Несмотря на то, что даже обновили максимум. То есть, его обновили очень слабо. И цена подошла вот в этот рубеж покупателя. Если возобновление здесь будет слабым. То цена продолжит снижение к этому рубежу. А этот рубеж уже является ключевым. Он уже слабый. Но от него можно ожидать еще отскок. Но если отскок слабый. Учитывая, что уровень слабый. То будет подтверждение снижения дальше вниз. Падение может быть таким серьезным достаточно. Вот. Поэтому наблюдаем. Индекс ММВБ. У нас здесь глобалка выглядит следующим образом. Ну, как глобалка. Такой крикофрочный момент. То есть, вот он, как я уже говорил, выполнил цели все. И ожидаю снижения. Первая цель может быть на уровне теста спринга. Вот этого. Вот этой штучки. Типа лужный пробой. И здесь может волна А закончиться. Дальше может быть волна Б. Движение в рамках волны С. То есть, я думаю, как минимум до нового года мы будем в неходящем тренде, наверное, находиться. Ну, посмотрим, как это по времени завяжется. Есть ключевой рубеж, который будет подтверждать, опять же, это все. И сейчас цена на нем. Индекс ММВБ, в отличие от РТС, не смог пройти этот рубеж. И от него пошли продажи и пошли даже на поглощение последних покупателей. То есть, вот их поглотили сегодня с утра. Цена упала опять в этот диапазон покупателя, который является слабым. Скорость возобновления у нас затухает. Будет отскок, не будет, не важно. Если появляется дальнейшая слабость, то цена пролетает вниз. Важно помнить, если по фьючам торговать, у нас экспирация, да, поэтому может штучки всякие выписывать, раскидывать во всю сторону. Поэтому надо быть здесь аккуратным. И порублю у нас тут волна А у нас, допустим, и волна А, вероятно, здесь закончена. И может быть, это первая и вторая. Сейчас я начал к этому варианту склоняться. Еще посмотрим, но цена на уровне теста спринга. И будет ли здесь возобновление. Если возобновление слабое, то потенциал вот к этому спрингу обратно сюда пройти. И вот в этот диапазон будем наблюдать. То есть в целом боковик, опять же, никуда не отменяется. Все это может происходить. Торговая в рубле достаточно рискованная, опасная. Особенно, когда если цель для этого не видишь, смысл им торговать. Поэтому здесь я в режиме тишины. И хочу посмотреть, как будет реагировать вот это вот возобновление на тесте спринга. Вот. И если не против, я по металлам пару слов скажу. Вопросы задавали. По золоту. Тут немножко есть две разные ситуации. Золото и серебра. Золото я по-прежнему жду обновления минимумов. В принципе, это движение уже показывает. Это направление туда. Возобновление покупок здесь плохое. Еще и продажи пошли. Вот рубеж продавца. От него можем дальше ливануть. Жду обновления минимумов, жду объемов, чтобы уже начинять выходить на какой-то разворот. А вот по серебру немного ситуации отличается, кстати, очень. Причем не немного. Есть подозрение, что серебро формирует первый заходной импульс в рамках волн 1, 2, 3, 4, 5. Потом коррекция, то есть как раз и золото может быть скорректировать как раз тот диапазон продаж. Серебро может доделать первую, вторую. Дальше я хочу посмотреть по возобновлению продаж к этому уровню. Спринг какой был. И, возможно, у него тест. Хочу посмотреть от теста, как будут идти покупатели. И в целом, как к нему будем подходить. Будем ли обновлять максимум. Поскольку если максимум здесь не обновляется, то это может как АБЦ выглядеть. То есть и обновление минимумов вот этих лоев. То есть где-то мы находимся, скорее всего, близко уже, вероятно. Но в целом тоже надо быть аккуратными. По одной простой причине. Глобалка. Здесь есть спринг-манипуляция. И почему бы не выйти на его тест. Но я еще дополнительно ориентируюсь через фонды ETF. Золотые, серебряные. То есть по ним там попроще анализировать, в принципе. Ну, их трогать сейчас, наверное, не буду. В целом, наверное, о рынке РФ и вообще по штатам. Все, наверное. Хорошо, Сергей, спасибо большое. Давайте остановим демонстрацию рабочего стола. Заходите в эфир. Спасибо вам за ваш обзор. А как вы сейчас сами торгуете? Активная торговля идет в начале сентября? Ну, да. Я вот на шорты. Какие-то ванги еще удерживаю. Более-менее безопасные. И, соответственно, встаю в шорт. В разворот. Вторую неделю пробую. Прошлую неделю так немножко по стопам покатал. Ну, там не сильно как бы. Но в целом направление идет. То есть вы уже, так сказать, в это направление верите и активно по нему торгуете. Я понял вас ясненько. Как вообще вот американская тема? Сейчас очень горные споры идут, конечно, в Америке. Глобально ожидаете какого-то обвала такого процента от текущих уровней? Процентов 20-30 вниз? 20-30 нет, наверное. Но вот к уровню 2.500-30 примерно, да, то есть жду. То есть если у нас цикл глобальный закончился, если брать самый-самый максимум, то на 38% примерно в целом ему надо бы скорректироваться. Ну, это закономерность, потому что такая всегда так работает. Ну, понял вас. То есть достаточно сильное движение американского рынка вниз вы ожидаете, да? Да. Я понял вас, друзья. Ну, вот Сергей Ельмудинов присоединился к большой достаточно общине, так сказать, комьюнити, да, такой специалистов, которые ждут падения американского рынка. Вот, давайте посмотрим, как это будет. Если оно произойдет, конечно, заработать на этом можно хорошо. Сергей, спасибо вам большое за ваш обзор. Желаем вам успешной торговли и хорошего настроения. Спасибо большое вам тоже. Всего доброго. Выздоравливайте. Спасибо. До свидания. До свидания.